Таня, вы знаете, от чего возбудилась на самом деле вся Россия, от чего вам впаяют срок, а впаяют сто процентов? От того, что вы сказали в интервью, что вы радуетесь атакам украинских беспилотников на российские города. А что вы так сказали? Так вот дурочка же, я же говорю. А что я чувствую? А это было как раз время, Пригожин тогда шел на Москву, и мы все просто вот так вот, я помню, у меня какая-то муха, это Пригожин прилетел. Я только что подумал, да. Да, значит, ну просто да, мы ехали, меня подруга везла в аэропорт, мы с ней едем, точнее я ехала за рулем, мы с ней держимся вот так руками вдвоем и слушаем новости такие, да ладно, да ладно. Но на самом деле тоже особенно радоваться-то было нечему, ну это какой-то дикий путь, который там унес бы еще огромное количество жизней и так далее. Ну когда, и вот с этой бомбардировкой всех этих прифронтовых районах российских, да, там Шебекина в ужасе были люди, там Белгород и так далее. И потом на Москву еще, до Москвы долетали дроны, да, как мы помним. Но мы это обсуждали с моими подружками, которые тоже переживали вот и за войну, и за все это, что происходит. И у нас была реальная какая-то такая надежда, что вот людей сейчас пристукнет, как бы не физически, да, там, хотя это были, конечно, там и разрушения, и гибели, и травмы и так далее. Ну как будто бы это действительно было, что они задумаются, а почему это происходит? Мы жили нормально, и вдруг вот это все началось. Кто виноват? Но не все люди задают этот вопрос. А фраза, да, была дурацкая совершенно, ее очень легко можно было вырезать, что они сделали. Ну там понятно все. То есть я действительно, ну я радовалась, нет, ну не то слово, конечно, я использовала, но я надеялась, что это как-то эти ужасные события, как-то людям, они немного задумаются, что происходит. Но нет. Это знаете, как в рассказе, в одном из рассказов, не помню, где у Стругацких была там такая вот такая метафора, не метафора, а образ такой, что семья жила напротив химзавода, который все время выбрасывал там все это, все ужасное. Сначала умерла там жена, потом дети умерли, и мужик полез на чердак и нашел там с войны деда своего припрятанное там какие-то огромное количество оружия. И он просто стал стрелять, стрелял сутки, пока все не выстрелил в этот химзавод, да, в ужасе и в ярости. И когда он очнулся, то он увидел, что химзавод продолжает работать, а на стене написано, что эта сторона при обстреле наиболее опасна. То есть люди просто пытаются продолжать жить прежней жизнью, а ее нет, ее больше не будет. И даже все наши мысли про то, что будет там Россия какая-то там свободная, теплая и какая-то там еще, что вот так вот по щелчку нет. Нет, прежней жизни, прежней России не будет. Ну хорошо, а ваши подруги, вот Ира Салтыкова, Лера Кудрявцева, вы с ними разговаривали после начала полномасштабной? Ни разу? Нет. А зачем? Ну какой смысл? Переубеждать их? Нет, я знаю, то есть мне там рассказал один близкий, там мой и Леркин, что она первые там сутки просто рыдала. Ну как и Лолка Милявская, да, там как и... Ну, в это я верю охотно, естественно. Ну а с Лолитами даже там переписывались, общались, потому что у нее родственники были в Одессе, насколько я знаю. В Киеве там, с точкой были. В Киеве, да? Да. Вот. Но как объяснить, ну почему я должна это объяснять, да, не знаю. Ну, конечно, это было... Я понимаю, что вот Лерку я прекрасно знала, и, конечно, я уверена, что это для нее была дикая трагедия. Но не знаю, может быть, это склад такой людей. Я вот... У меня этот баранье моё уперство какое-то, упорство, не то что упорство, а мне очень не нравится, когда за меня что-то решают, на меня давят. Я никогда не подчинялась там никому, я никогда не могла работать под чьим-то там руководством. У меня всегда только вот это вот... Уэрспой студия, когда мы все сами там решаем, такой коллективный разум. Как только у меня появлялся какой-то начальник, который мне что-то там указывал, нет. Вот. А тут, видимо... Потому что, понимаете, потому что я действительно очень... С детства, наверное, такая, очень себя ценила. И хорошо, что родители мне такое разрешали делать, да, условно говоря. Не ценила, а прислушивалась. Я очень чутко слушаю себя. В этом есть плюсы, и в этом есть и минусы. Потому что когда ты себя понимаешь, что ты не можешь, ну не можешь, я могу притвориться, да, и могла по молодости, по глупости там где-нибудь что-нибудь долго попритворяться, может даже несколько лет, а потом всё равно мне... Мне физически становилось плохо. И нужно было это прекращать. Теперь-то я прекрасно понимаю и всем своим детям как бы тоже передаю это. Ни в коем случае нельзя себя предавать, потому что все предадут, кроме тебя. У тебя кроме себя никого нет. Изменятся все, всё что угодно. Ты никого не контролируешь. А вот сам с собой ты останешься всегда наедине. И это важно. Это очень важные слова вы сейчас говорите. Очень важные. Добрый день, друзья и недруги. Я не люблю, когда, говоря о политических или идеологических оппонентах, используют монохром. То есть только две краски, чёрную и белую. Я считаю, надо признавать достоинство неприятеля, если хотите порассуждать о его недостатках. У Дмитрия Гордона, бесспорно он очень способный, талантливый журналист. Интервьюер блестящий. То есть у него есть своя стилистика. Он явно амбициозен. Ну и он ещё там школьникам написал письма с советским знаменитостям с просьбой прислать ему автографы. Насколько я знаю, откликнулись только Иосиф Кобзон и Утёсов. Но песня совсем не о том. Кстати, когда я говорю о Дмитрии Ильиче Гордоне, я по закону должен обязательно акцентировать внимание на том, что он иностранный агент. Признан у нас иностранным агентом. Я не раз уже говорил, что для меня какая-то терра инкогнито. Вот вся эта история с иностранными агентами. Я не очень понимаю, как Дмитрий Гордон может быть иностранным агентом, поскольку он иностранный гражданин. Да, он, как и мы все, родился в Советском Союзе. Кстати, отслужил в Советской Армии, сержантом был. Но он не гражданин Российской Федерации. Но обязан я по закону, значит, говорю вам. Дмитрий Ильич Гордон иностранный агент. И этот иностранный агент при всех его безуспорных достоинствах, он как бизнесмен себя проявил, как политолог, как журналист я уже отметил это. Но, вот говоря об его этом амплуа, профессиональном, амплуа интервьюера я имею в виду, я не могу не отметить одну странность. Ну вот, меня задачивает его эти многочисленные интервью с Олесей Бацман, с его женой. Правда, может быть, они живут в разных домах, городах или даже странных. Но все равно, вот это какая-то дикость, а интервью с дочерью, когда он записывает. Ну, право. Такое впечатление, что человек рожден был быть артистом, ему не хватает сцены, не хватает эфиров. То есть, ему все время хочется вот горцевать в Ютьюбе. В этом году, в течение нескольких месяцев, пройдут переговоры, где с одной стороны будут присутствовать лидеры западного свободного мира, с другой стороны Китай, с третьей стороны Украина, с четвертой Россия. Я вижу эти переговоры в таком формате. Значит, безусловно, на них будет решать, все это будет происходить перед выборами президента США. Я уверен. И дальше, сейчас буду говорить слова нехорошие. Уставший от войны Запад будет просить Украину, требовать от Украины согласиться на ряд нехороших для нас вариантов. Зеленскому будут говорить наши западные друзья и партнеры, что вы должны понимать, выход на границе 1991 года невозможен, надо чем-то поступиться, давайте под гарантии наши поступаться этим, этим, этим. Для Владимира Зеленского начинается все самое сложное. Самое сложное не то, что было, а то, что будет дальше. А именно, что подписывать и как подписывать. Потому что подписывать что-то надо будет для окончания войны. Но, представь давление на человека. С одной стороны, давит Запад, подписывай. С другой стороны, он ощущает давление своего общества украинского. Давление ветеранов войны. Давление матерей тех, кто погиб. И как вырулить из этой ситуации ему? Я даже не знаю. Это сложная история. Это не дай бог никому. Мне представляется, что Владимир Зеленский, при наличии факторов, о которых я говорю, а именно давление Запада, может пойти на нестандартный ход, записать прямое обращение к нации и сделать референдум. Чтобы можно было сказать Западу тому же, что вот референдум, вот его решение. Согласны украинцы на то, что вы говорите, или не согласны? Я допускаю, что если украинцы не согласятся на решение Запада, а Запад будет давить на Зеленского, я допускаю, что он может уйти. Я это допускаю. В условиях давления, потому что он не приемлет давление в принципе. А давить Олеся будут. Запад будет давить, потому что Запад склонен... Да, мы Путина в ежовых рукавицах держим, но надо договариваться. Это их извечная история. Если бы они хотели Путина сжить со свету, условно говоря, они бы дали нам все оружие, которое нам надо, и мы бы решили вопрос с их помощью в течение нескольких месяцев. У них ржавеет огромное количество в полях, на складах и в других ангарах. Огромное количество столь необходимого Украине оружия. Они же его не дают. А самолеты по чайной ложке это что? То есть они, значит... Ну мы же взрослые люди, я же говорю понятным языком. Они, значит, не хотят Путина додавливать. Они не хотят распада России. Они, может, боятся чего-то еще. Потому что человек, который не боится, он дает все. Давайте, херачьте его до конца, до победы. Запад этого не делает. И вот, повторяю, для Владимира Зеленского и для Украины начинается самое сложное. Классные очки. Пошла в жопу. Да, ты послала ту девочку в жопу? Да, и ты как-нибудь попробуй. Это так освежает. Так, 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 так освежает. Так освежает. Так освежает. Продолжение следует...